Представьте себе такую ситуацию. Вы путешествовали в горах или ещё где-то и каким-то образом отстали от своей группы и понимаем, что мы в тёмном лесу. У нас с собой есть рюкзак. Ну а в нём лежит нож мультитул, пару целлофановых пакетов, коробок спичек и зажигалка, к сожалению не рабочая, но с вот таким фонариком. Пока на улице ещё светло, стоило бы выбраться из этого леса и попытаться давить себе воду и еду. Двигаться нужно в сторону просвета, так с большой вероятностью вы выйдете в какое-то поле или окажетесь на вершине горы. Оглядевшись мы увидели небольшую деревню, так что однозначно отправляемся туда. Спускаясь с горы, мы увидели листья земляники, они нам понадобятся для чая. Срываем и ложим в рюкзак, идём дальше. Спустя 30 минут мы оказались у подночи горы. И нами была найдена мусорка. На ней мы нашли чистяную банку и бутылку, которая нам в будущем понадобится для транспортировки воды. Следующей нашей находкой была мята. Её мы обнаружили благодаря характерному запаху. И как ни странно, она тоже пойдёт в чай. Мы уже в деревне, людей практически не было. Наверное из-за этих вирусов что ли. Но мы держали путь дальше. И увидели заброшенную школу, а возле неё колодец. Стоило бы его проверить на наличие воды. Опускаем бутылку в метр. Поднимаем. И видим идеально чистую воду. Так что берём бутылку, споласкиваем её. И наполняем водой. Ложим в рюкзак и двигаемся дальше. Следом нами был найден сад, в котором росли яблони. А земля была устилена сочными яблочками. Складываем их всех в пакет, а затем в рюкзак. Неподалёку от этого сада мы увидели какое-то сооружение. А именно домик на дереве. Под ним находился небольшой столик. Ну а рядом был ну просто клондай. Это вот такая крутая землянка. Заглянув внутрь, мы увидели кровать и печь. Это идеальный вариант для ночлега. Стоит лишь немножко убраться внутри и можно прилечь отдохнуть. После небольшого отдыха мы вернулись в ранее пройденный сад. За дровами для будущего костра. После этого мы взяли жестяную банку и ножиком отрезали у неё верхушку. По итогу получаем посудину, в которой можно будет готовить пищу. Мы налили туда воды и принялись заваривать чай из трав, собранных ранее. А к чаю мы решили приготовить яблоки. Их мы просто ложим на раскалённые угли. Таким способом они будут готовиться около 10 минут. Давайте пробовать наш завтрак. Яблочки, ну очень вкусные. А к чаю стоило бы добавить сахара. А в целом мы нормально так подкрепились. Отдыхать ещё рано. И стоило бы позаботиться о продуктах на будущее. Неподалёку от нас находился огород. На нём росла кукуруза и картошечка. Её мы выкопали палкой и поместили в пакет. Возвращаемся прям как в супермаркет. Кукурузу отложим на потом. Сами займёмся картошкой. Её мы помыли и поместили тоже в угли. Пускай готовится. А сами отправляемся за продуктами на ужин. Первым, что мы нашли, это куст белой ежевики. В ней полно витаминов, так что берём побольше. Следующей нашей находкой была слива. Мы немножко потрусили дерево. Её земля полностью покрылась фиолетовыми ягодами. Их мы взяли немножко. И принялись возвращаться в лагерь. Придя на место, мы сразу нарезали одно яблочко. Положили её в самодельную кружку. И к нему добавили ежевики. Заливаем всё это водой и на костёр. А тем временем картошка уже приготовилась. Снимаем её, а за ней и компот. Ну тут без комментариев. Всё очень вкусно и полезно. На улице уже вечерело. И стоило бы развести костёр побольше. И начать готовить ужин. А именно кукурузку. Готовим её уже стандартным методом. Просто на углях. Пока она будет готовиться, нужно развести огонь внутри землянки. Теперь здесь очень тепло и ночью мы не замёрзнем. Снаружи есть дымоход. Так что переживать не стоит. Ну а кукуруза уже готова. Она получилась вкусной, но суховатой. Так что сливу мы собирали не зря. На улице уже ночь. И пора ложиться спать. Ну а утро нас уже ждала помощь. Субтитры сделал DimaTorzok